МАРИЯ ГУСТАВОВНА ВИКС В 1946 году получила медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Это были так называемые дни раненого бойца и офицера. Мыли палаты, чинили раненым белье, стирали бинты. Поскольку перевязочного материала не хватало, то их использовали неоднократно. Страшные эти бинты мне не забыть никогда. И здесь, в тылу, мы ходили на краю жизни и смерти. Не от снарядов, а от голода. Однажды прямо на сцене в спектакле «Боедера» актер Комарович, певший «Принца Раджами», упал в голодный обморок. А потом у жены комика Матковского от недостатка витаминов открылся процесс в легких. И чтобы получить для нее кусочек свежей печени, он ночами работал на месокомбинате. Когда же актеры Свердловских театров начали заболевать дистрофией, обком партии обратился к директорам крупных уральских заводов с просьбой помочь дополнительным питанием. И те помогли. Наш Свердловский театр мускомедии был прикреплен к Первоуральскому новотрубному заводу. И это спасло многих. С началом войны в театре возникло желание отказаться на время от классики и заменить ее более современным актуальным репертуаром. Но очень скоро в театре поняли. В дни испытаний, которые несла с собой война, зрители особо чувствительны были к искусству в принципе, а к жанру опереты особенно. Искусство напоминало, за самым кромешным мраком обязательно наступит рассвет. Перетта же дарила то, что на какое-то время было утрачено в реальной жизни. Красоту, праздник. Однажды меня попросили пройти в палату к получившему тяжелейшие ожоги летчику. Врачи предупредили, что он обречен, хотя все отчаянно боролись за его жизнь. Начальник госпиталя Яковлев сказал, «Вы умеете пить тихо?» То, что я увидела, переступив порог, и сейчас сжимает сердце болью. На кровати лежал с ног до головы забинтованный человек. Видны были только воспаленные глаза, нос, рот. У меня стиснуло виски, а байнисту не подчинялись пальцы. Усилием воли я заставила себя собраться и спела песню Маруси из-за переты Дунаевского «Дороги к счастью». Вдруг больной спросил, «А вы знаете какую-нибудь песню про летчика?» К счастью, в моем репертуаре была песня Бакалова «В родном краю» о дальневосточном летчике. Песня написана в ритме мажорного вальса, но в ней есть такие слова. «Он приехал наглядеться на поля и на леса, и на все, что помнил с детства, и чего забыть нельзя». Вдруг раздался странный звук, не то стон, не то всхлипывание. Я увидела, что раненый плачет. Я разрыдалась, едва вышла из палаты, через несколько часов узнала. Летчик умер. Летом 43-го на площади у центральной проходной Ралмашзавода коллектив Свердловского театра музыкальной комедии передал для фронта три танка Т-34. Мы давали спектакли и концерты в выходные дни, работали сверхурочно, и на эти средства смогли построить три бронемашины. Один из танков – дар нашей семьи фронту. На каждом танке было написано «Артист Свердловской мускомедии». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова